всем привет всем здравствуйте меня зовут елена канал посвящен вязанию мы вместе с вами продолжаем работать над видовым кардиганом и сегодняшнее видео будет целиком и полностью посвящено рукавам да наконец то мы с вами добрались до рукавов но прежде давайте поговорим про то как мы справились с вами с предыдущим участком с отделкой кромки вдоль планок так называемая такая вот жаккардовая планка но так называемая понятно и также мы с вами закрыли нижнюю кромку кардигана мы обвязывали все эти открытые петли с помощью полого шнура полу что у нас осталось двух петель затем мы перешли на 3 петельки но вспоминаем да такая у нас была непростая работа в результате у вас должно получиться вот такое вот приблизительно так вот приблизительно такая планка задавали вопрос зрители по поводу того что закручивается полый шнур немножко беспокоены были ну правильно конечно полый шнур и должен закручиваться по идее то так и задумано что у нас идет загибание вот этой вот кромки загибание во внутрь и соответственно закрывается кардиган спереди да как бы вот он оканчивается как бы вот такой вот жаккардовой косичкой но если вас такой вариант не устраивает если вы хотите все-таки иметь плоскую вот эту вот планку так называемую ничего страшного не пугайтесь это я вам показываю изнаночную сторону вас также должно выглядеть с наночной стороны не пугайтесь затем когда наступит черед в эту влажно-тепловой обработки просто придется хорошенечко пропарить вот этот вот участок на то есть вы положите на горизонтальную поверхность и хорошо проработать отпаривателем и тогда у вас полотно будет ровненькая ну что надеюсь все вы справились с этим участком завершили благополучно и сегодня поговорим с вами про рукава вам потребуется для сегодняшней работы дополнительный инструментарий потому что у нас сегодня ждет с вами не только физическая работа но также умственная работа поэтому вам потребуется листочек бумажки либо блокнотик куда вы будете записывать расчеты да да расчеты сегодня нам предстоят а также нам предстоит вести учет связанных рядов рукава ну ручка понятно нам потребуется линейка нам потребуется дополнительные спицы на которые мы сейчас с вами будем переносить открытые петли и также нам потребуется инструмент чтобы удалить помогать на нити возможно это спарыватель как в моем случае возможно это тоненькие ножнички но вам придется работать очень аккуратно ну что давайте приступим вот таким вот образом выглядят наши с вами рукава задача теперь простая вот эти все петельки мы должны перенести на дополнительную спицу почему говорю дополнительную а не ту основные и спицы которыми мы с вами работаем ну для того что просто проще они нанизывались я возьму спицу 325 миллиметра да то есть она меньше чем даже та спица которой я работала на изнаночных рядах напомню у меня одна спица 4 миллиметра 2 спица три с половиной миллиметра так вот я беру спицу еще потоньше 325 и сейчас буду переносить все 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 петельки на спицу пока что петли я не считаю пока что просто переношу значит что потребуется как я и сказала либо спарыватель либо ножнички так находим тот участок где мы с вами остановились да вот наши ниточки ну и собственно приступаем очень очень аккуратно я вас просто умоляю работайте аккуратно не потеряйте петли и ни в коем случае нельзя нам вспороть сами петли основные петли кардигана не дай бог смоя смоя сейчас на данном этапе я поднимаю петли подреза затем просто по кругу вот таким же образом буду убирать дополнительную ниточку и полностью все петли будут перенесены на спицы итак все петли перенесены и вот то что у вас должно сейчас быть на спицах в таком виде мы отсюда с вами начинали набирать петельки до поднимать петельки на спицу теперь наша с вами задача на вот эту спицу перенести часть петель подреза ровно половинку каждый из нас рассчитывал ширину подреза самостоятельно в одной части видео предлагаю вам вспомнить если вы позабыли если например вы позднее будете вязать этот кардиган после того как посмотрите мастер-класс то пожалуйста просмотрите еще раз часть где мы вывязывали рассчитывали подрез затем набирали петли дополнительные для подреза соответственно у каждого из вас будет свое число петель поэтому вам нужно просто посчитать их разделить вполам и соответственно поставить спицы на серединку понятно что отсчет петель подреза у нас начинается после вот этой вот кромки да помните такая так называемая импровизированная кромка состоящая из лицевых петель вот она у нас идет вот она идет идет началась она у нас сверху рукава и потом опускается вниз кардигана вот ее мы не трогаем лицевые петельки не трогаем соответственно начинаем отсчет петель подреза после петель лицевых вот 1 2 3 4 ну и так далее то же самое с этой стороны да то есть вы останавливаетесь вот останавливаетесь вот здесь вот дальше у нас тут петли лицевые которые мы соответственно в расчет не берем только петли подреза отсюда и до сюда считаем находим середину теперь у вас должна быть вот такая картина да то есть спицы начинаются ровно на середине подреза здесь у нас с вами начнется ряд мы находимся сейчас с вами на подрезе давайте посмотрим на руках вот как это выглядит вот соответственно середины подреза у нас будет начинаться потом мы будем провязывать весь руках и будем сюда же возвращаться здесь у нас будет ряд заканчиваться почему именно на этом я акцентирую внимание дело в том что естественно в процессе вывязывания рукава мы с вами будем делать убавление для того чтобы у нас руках выглядел анатомично или как минимум приближен к удобной анатомичной форме так вот мы же не будем просто вязать прямую трубу хотя хотя это тоже допустимо это тоже допустимо и по вашему желанию вы можете взять в общем-то и этот способ просто связать прямой рукав без убавлений сегодняшний день это даже модно но мы все-таки будем за основу брать классическую форму вывязывание рукава для того чтобы наши руки не смотрелись массивными не смотрелись объемными чтобы мы не походили с вами на орликина в твидовом кардигане вот поэтому мы с вами будем делать убавление и они у нас будут в начале ряда вот мы здесь начнем вязать ряд да они у нас будут в начале ряда затем мы провяжем рукавчик и будут в конце ряда то есть они будут расположены рядышком на одной линии но вывязывать мы их будем вот сначала здесь потом провяжем ряд затем здесь именно поэтому нам с вами нужно четко понимать что вот здесь у нас начинается ряд так ну все мы с вами справились с этой работой да теперь должна вам сказать следующее у вас на самом деле есть два варианта вывязывания рукава в дальнейшем потому что напомню рукав у нас с вами с лицевой стороны вяжется изнаночными петельками да то есть вот у нас лицо кардигана вот у нас здесь планочка да смотрит на нас соответственно петли у нас изнаночные если вы так же как и я будете вязать по лицевой стороне тогда вам придется всю дальнейшую работу вывязывать изнаночные петли я знаю что есть такие люди которые очень не любят изнаночные петли но бывает бывает да есть те кто предпочитает в круговом вязание использовать лицевые петли это на данном этапе можно сделать так что определитесь какие петли вам больше нравятся и если вдруг вы тоже не очень любите не дружны с изнаночными петлями в таком случае на данном этапе вы можете вывернуть изделие на изнанку соответственно на вас будут смотреть лицевые петельки и начать вязание можно на изнаночной стороне ничего страшного не случится кардиган от этого поверьте не пострадает вам просто нужно определиться с тем форматом который вам более удобен вам просто придется вязать по изнанке вы будете весь рукав в дальнейшем вязать лицевыми петлями все убавки будут будете выполнять точно так же как и те кто будет вязать изнаночными петлями я буду показывать на примере изнаночных петель но в вашем случае ничего не изменится вы будете делать все ровно то же самое просто вязать по изнаночной стороне но есть один важный нюанс я обязана вас об этом предупредить я должна об этом сказать а уже как вы поступите это вам принимать решение самостоятельно я имею ввиду вот что в конце рукава у нас с вами будет кромка закрываться точно так же как мы закрывали сам кардиган то есть будет полый шнур состоящий из трех петель да для тех кто будет вязать по лицевой стороне изнаночными петлями да вот как мы начинали вязать вспомним да самое начало кардигана наши рукавчики вязали с изнаночными петлями так вот для вас в общем до ничего сложного не будет у вас кромка будет выглядеть таким образом то есть полый шнур будет проходить по лицевой стороне потому что мы будем работать на лицевой стороне для тех кто предпочтет вязать на липы изнаночные стороне то бишь лицевыми петлями у вас полный шнур будет выглядеть вот таким образом то есть он будет как бы перекручен это уже вам принимать решение устраивает вас вот такой вид закрытия петель ну закрытия кромки принимайте решение самостоятельно и так надеюсь что я объяснила понятно да вот этот момент то есть мы сейчас с вами будем вводить ниточку основную который продолжим вязать наши рукава и вам просто предстоит определиться либо вы вводите нить вот с этой стороны и вяжите по изнанке вот эта изнанка это изнаночная сторона и вы вяжете рука лицевыми петлями либо вы вводите нить вот с этой стороны и вяжите по лицевой стороне изнаночными петлями ничего сложного но это нам все предстоит а сейчас мы с вами немножечко так сказать ударимся в интеллектуальный труд давайте разберем каким будет нашу к каковы будут убавления сколько их будет вот об этом сейчас мы с вами поговорим а вот таким вот образом наш с вами кардиган выглядит на данный момент мы связали погончики мы связали частично рукава да вот все плечико связали и дошли до уровня подрезов соответственно при расчете дальнейшей длины рукава вот эту часть мы с вами учитывать не будем что можно сделать ну идеально конечно если вы вооружитесь сантиметровой лентой и сделайте замеры ваши руки вот отсюда вот отсюда с внутренней части от подреза от того уровня где восстановились вязать да причем важно чтобы рука была слегка согнутом состоянии то есть в локте слегка ее согнить вот обратите внимание как у матильды рука выглядит видите да она слегка как бы согнута в локте вот слегка согнута замеры вы делаете вот отсюда вот эту всю часть мы с вами уже связали нам это уже не интересно вот отсюда если вам сложно самостоятельно сделать замер если вы не уверены что справитесь без помощников да с помощью ленты в таком случае рекомендую вам взять какое-то трикотажное изделие которое на вас хорошо сидит разложить его на горизонтальной поверхности и точно также просто взять ленту и замерить длину рукава вашей любимой кофточки либо кардигана вот отсюда с того момента где начинается подрез у изделия с внутренней стороны все сделайте этот замер уже важно понимать что мы с вами вяжем не укороченный рукав мы с вами вяжем классический рукав поэтому заканчиваться он будет там где у нас начинается ладонь вот начинается ладонь поэтому замер делайте до этой точки слегка руку согнули слегка взяли сантиметровую ленту и проложили ее вот таким вот образом вдоль до вот этой точки у меня здесь получилось 44 сантиметра вам тоже нужно зафиксировать вот эту вот циферку сделали замер отлично теперь давайте с вами поговорим о том каким будет наш рукав да как я уже сказала в принципе сегодня можно все я имею ввиду сегодня не конкретно в данный момент принципе наши с вами современники позволяют себе все что угодно дизайнеры конечно как хотят так и реализует свою фантазию вы можете связать абсолютно прямой рукав трубу вообще без каких бы то ни было изменений но должны быть готовы к тому что он у вас будет слегка вот давайте пунктирной линии изображу чтобы было понятно что я имею ввиду он у вас будет слегка ну так сказать не анатомично сидеть на руке у вас будет достаточно широко вот здесь вот в области кисти смотреться рукав рука сама в целом будет выглядеть достаточно объемный она не будет смотреться изящно сразу предупреждаю и самое главное у вас вот эта часть рукава будет как бы слегка длиннее смотреться чем часть внутренняя это неизбежно поэтому предлагаю ну если вам вас устраивает такой вариант пожалуйста это ваше право я предлагаю вам немножечко другим путем пойти а именно поступить так как поступают на трикотажных производствах а именно мы возьмем с вами классическую усредненную форму которая близко к анатомичной которая универсальна абсолютно для любого вообще абсолютно любого дизайна рукавов и это по сути секретик тот самый секретик который мне рассказали профессионалы трикотажники которые работают на настоящих серьезных взрослых производствах трикотажных изделий и диссенаторы разрабатывая программу для вязальных машин компьютерную программу они закладывают эту формулу в основу суть ее заключается в том что вы в обязательном порядке вывязывая рукав должны сделать убавления их должно быть существует определенный минимум который вы обязательно должны убрать больше захотите пожалуйста если вы на хотите например хотите иметь более узкий рукав пожалуйста но меньше нельзя то есть есть минимум который вы обязательно должны убрать минимум петель так вот он заключается в том что вы должны убрать половину петель от 1 3 рукава вот звучит так вот мудрена и правда но не пугайтесь на самом деле ничего сложного нет сейчас я поясню что имею ввиду и так давайте вспомним как у нас с вами выглядит рукав мы уже как-то об этом говорили да что он нас напоминает форму подковки такая вот своеобразная подковка такая вот своеобразная подковка определились что вот здесь вот у нас начинается ряд потом мы его продолжим вязать и вот здесь же закончим ваша задача теперь взять спицы в руки и посчитать сколько петель у вас находится на спицах петель рукава разумеется прямо целиком с подрезами вот сколько всего по кругу у вас петель сейчас на спицах у меня 86 петель отлично у вас разумеется свое количество теперь мы с вами должны от этих 86 петель отнять две петельки для чего почему да откуда эти две петельки взялись давайте сразу отнимем 86 минус 2 петельки получаем 84 а сейчас я поясню что это за 84 помните в самом начале когда мы с вами переносили петли на дополнительную нить и закрывали их да и потом забыли вообще про рукав я сказала что здесь у нас с вами будет такой вот опасный участок в общем-то многие на этом месте спотыкаются когда вывязывают дальнейший рукав после подреза вот здесь вот у нас с вами может получиться дырочка если мы просто будем вязать вот как петельки у нас набраны на спицу и продолжать вязать ряд то у нас здесь неизбежно получится дырочка что это за место это место между подрезом и самими рукавами вот у нас с одной стороны такая же ситуация и с другой стороны такая ситуация это у вас неизбежно получится здесь у нас пропущена высота одной петли вот прям чётко это считывается видите да петелька выходит из одной петли вторая петелька выходит из второй петли а вот еще одна полудушка петли она нас остается пустая поэтому для того чтобы соединить аккуратно вот этот участок мы одну петельку убери вот эту вот петельку полудушку уберем мы провяжем две вместе с одной стороны уберем из общего количества петель и то же самое произойдет с этой стороны вот эту и вот эту петельку то есть начало подреза и начало рукава мы провяжем вместе тоже уберем соответственно вот эти две петельки которые мы потеряем из общего количества петель на рукаве мы их сразу здесь вот в расчетах и учитываем да потом при вязании мы их берем 84 петли у меня получается теперь наш рукав мы с вами должны разделить на три части но нарисую таким образом понятно что все эти три части они одинаковые одинаковые раз они одинаковые значит что правильно 84 петельки мы должны разделить на 3 давайте так и сделаем 84 мы делим на 3 получается что у нас в каждой вот этой вот части по 28 петель а теперь нам с вами нужно определиться сколько петель мы должны в обязательном порядке тот минимум который нам нужно убрать из рукава соответственно одну треть то есть 28 петель мы должны разделить пополам 28 делим пополам получается 14 петель вот они эти 14 петель которые мы с вами ну точнее я конечно понятно что у вас своя циферка будет вы будете отталкиваться от первоначального количество петель которые у вас находится на спицах на рукаве да я просто показываю сам принцип расчета так вот это тот самый необходимый минимум который мы с вами обязательно уберем вполне возможно что вам покажется этого недостаточно возможно вы хотите связать более изящный более тонкий рукав который будет сужаться в области кисти пожалуйста это ваше право 4 вы уберете то количество петель которое минимально а затем продолжите убавлять петли соблюдая тот алгоритм который мы сейчас вами заложен мы сейчас affordable мы с вами вами ваши itating и просто повторяя действия вы будете в дальнейшем убирать топе петель как то количество петель которое вы сочтете необходимым но вот и это количество петель вот это вот половинку от 1 3 вы обязана убрать что такое эти 14 петель это пары да вспоминаем мы с вами вот здесь вот определились что у нас вот здесь вот начинается ряд до начинается потом мы его провяжем здесь заканчивается соответственно в одном ряду мы сделаем у бабочку провяжем ряд и в этом же самом ряду на этом же самом уровне мы сделаем вторую бабочку ваше право вы можете определиться где вы будете расставлять эти убавки кто-то любит когда убавление находится рядышком кто-то любит когда они находятся на определенном расстоянии например я буду вязать с отступом две петельки вот у меня начинается ряд 2 петельки провяжу и затем будет убавка затем провяжу ряд рукава и за 2 петельки до окончания ряда тоже сделаю убавку но это мой выбор вы вольны делать как вам вздумается потому что у нас все равно рукав на лицевой стороне будет выглядеть как будет смотреть с изнаночными петлями как вы знаете на изнаночных петлях вообще в принципе убавления не видны убавки не видны поэтому расставлять убавки вы можете как вам угодно ну естественно соблюдая симметрию естественно так вот понятно что 14 петель это пары соответственно в каждом ряду у нас будет убираться 2 петельки значит что вы должны сделать мы должны 14 петель вот эти вот минимальное количество петель которые мы обязательно должны убрать из рукава мы должны разделить на 2 для того чтобы узнать сколько раз мы будем убирать 14 разделить на 2 получаем 77 рядов потому что в одном ряду у нас две петельки соответственно давайте скобочках пометку сделаю 7 раз мы будем делать убавление обязательно ну точнее я повторю повторю я буду делать 7 раз убавление в обязательном порядке у вас своя циферка теперь задача нужно с вами рассчитать через какое количество рядов будут расставлены вот эти вот ряды с убавками да то есть каков темп убавок тоже несложно все это рассчитывается давайте вспомним на самом деле мы с вами уже проделывали эту работу когда рассчитывали сам сам начале рассчитывали количество петель помните мы с вами делали замер на образце мы считали сколько у нас рядов в одном сантиметре естественно у нас рукав связан изнаночными петлями соответственно мы и расчеты делаем по изнаночным петлям если вдруг вы для себя определите что вам не нравятся изнаночные петли вы хотите вязать по изнанке то есть лицевыми петлями но тогда вы просто сейчас переверните изделие наизнанку и сделайте все то же самое что я покажу только вот на лицевых петлях берете образец ну точнее берете ваш кардиган в качестве образца берете сантиметров сантиметровую ленту либо линейку и делайте замер вы смотрите сколько у вас рядов в одном сантиметре мне это делать не требуется потому что я уже показывала это в мастер-классе у меня в одном сантиметре находится 4 ряда теперь вам нужно просто зафиксировать эту циферку значит в одном сантиметре у меня 4 ряда у вас свое количество естественно делайте замер давайте вспомним мы с вами делали начиналось видео с того что мы с вами сделали замер длины рукава предполагаемой длины рукава да кто-то делал это на собственной руке кто-то с помощью помощников а кто-то взял изделие трикотажное разложил его на столе и сделал замер сколько сантиметров составляет рукав начиная от линии подреза по внутренней стороне повторяю снова и снова повторяя то что уже сто раз произнесла в этом видео но тем не менее чтобы всем было понятно чтобы вопросов не оставалось потому что ну такова наша человеческая природа мы все по-разному воспринимаем информацию это к этому нужно просто нормально спокойно относиться и так у меня длина рукава составляет 44 сантиметра это та длина которую я буду вывязывать не считая плечо да ту длину рукава которую мы уже связали с вами то есть 44 сантиметра мне нужно еще довязать для рукава и так что я теперь делаю и так вспоминаю 7 раз мне нужно сделать убавки у меня 44 сантиметра значит что мы делаем ну ну догадались правильно все правильно вы догадались 44 нужно разделить на 7 44 делим на 7 получается 6 ну там с копеечками 28 но вот это я не беру не буду брать в расчет получается что у меня 6 сантиметров это тот интервал который будет находиться между убавлениями теперь вот эти сантиметры нужно перевести в петли для там в ряды для того чтобы понять через сколько рядов будет соответственно вот этот вот самый важный ряд с убавлениями да то есть контрольный ряд с убавлениями для этого мы 6 сантиметров умножаем на вот в одном сантиметре у нас 4 ряда на 4 6 сантиметров умножаем на 4 ряда и получается что 24 ряда вот то число которое нам нужно было выяснить то есть в каждом двадцать четвертом ряду вязаться они будут по кругу будет происходить убавление все собственно говоря на этом расчеты окончены если повторю если вы хотите сделать более узкий рукав более изящный и количество вот это количество убавок вас не устраивает вы хотите больше пожалуйста сразу на вот этом этапе увеличите например не 7 раз вы будете делать убавки а 9 или 10 то вот эту циферку замените и соответственно вот при вот этом расчете у вас будет другое количество рядов нужное вам в котором вы будете делать эти самые убавления и напоследок последний окончательный расчет в вязание нашего кардигана нам нужно понять сколько же всего рядов то нам стоит провязать для того чтобы вот эти 44 сантиметра но в моем случае 44 сантиметра были связаны дочь просто количество сантиметров необходимое для того чтобы завершить рукав мы должны умножить на количество рядов в одном сантиметре то есть на четыре ряда 44 умножаем на 4 получаем сто семьдесят шесть рядов вот такое количество рядов это весь рукав это длина всего рукава у вас своя циферка но принцип расчетов такой есть еще один очень важный момент на который необходимо обратить ваше внимание возможно кто-то вообще этого не знает смотрите мы с вами рассчитывали плотность по изнаночным рядам да в одном сантиметре у нас находится четыре ряда изнаночного полотна но важно учитывать тот факт что мы то вязали поворотными рядами у нас были лицевые ряды были изнаночные ряды когда мы вывязывали рукав сейчас нам с вами предстоит перейти на круговое вязание и традиционно круговое вязание меняет плотность потому что но по сути мы одно и то же одни и те же ряды вяжем по кругу и плотность она становится более слабая да то есть более рыхлое вязание получается поэтому для того чтобы вы остались вот в этом вот порядке для того чтобы сохранить вот эту плотность я вам рекомендую перейти на спицы меньшего размера мы с вами работали лицевые ряды у нас были 4 миллиметра но конкретно у меня была спица 4 миллиметра изнаночные ряды спицы была три с половиной миллиметра теперь я перейду на спицы только три с половиной миллиметра то есть спицы 4 миллиметра я убираю из работы для того чтобы петли не растягивать высота петель уменьшилась если во время вязания вам покажется что полотно все равно выглядит как-то рыхловато тогда рекомендую вам вообще заменить спицы на еще более мелко меньшего размера например возьмите спицы 325 миллиметра если у вас есть такие в арсенале ну вы поэкспериментируйте возможно даже перейдете на спицы 3 миллиметра но это уже крайний случай это если уже вы совсем совсем рыхло вяжите но в целом обратите пожалуйста внимание на этот момент это действительно важно потому что иначе будет заметно если вы не воспользуетесь моим советом да и продолжите вязать вязать теми же спицами вы просто заметите разницу это будет видно сразу невооруженным взглядом начало ряда и как я уже говорила на данном этапе у вас есть прекрасная возможность определиться как вы будете вязать либо вы будете вязать по лицу изнаночными петлями соответственно мы сейчас вот так вот берем ниточку нашу и будем вот так и и вводим работу и продолжаем вязать если хотите вязать лицевыми петлями значит что вы делаете вы переворачиваете вот таким вот образом работу хотите вы верните ее целиком на изнаночную сторону и ведете точно таким же образом вот прислонив нить рабочую вы ведете ее в работу и продолжите вязать по кругу лицевыми петлями выбирайте тот вариант который вам удобнее да как я показывала на лицевой стороне на изнаночных петлях то соответственно я так и продолжу работу пока что ничего сложного пока что нам с вами предстоит провязать вот берем нить до провязать первые петли подреза начинается ряд просто прислоняю ничего не делаю никаких узелков не завязываю потом эту нить мы спрячем мы ее просто ввяжем в работу тем более что это внизу будет под рукавом под мышкой это будет незаметно так что ничего страшного вяжем с вами петли подреза и постепенно приближаемся вот к этому коварному месту сейчас мы с ним поработаем уберем возможную дырочку здесь вот у многих получается дырочка при вязании мы сейчас ее с вами сразу же уберем значит вот мы приблизились к этому месту коварному вот видите да значит наша задача с вами сейчас провязать 2 петельки вместе при этом очень важно мы вяжем по кругу очень важно чтобы петелька которая находится не на подрезе а петелька которая находится на рукаве чтобы она оказалась сверху то есть она перекрыла собой вот эту вот вытянутую петельку нижнюю нам нужно с вами сейчас просто эти две петельки поменять местами вытянутая такая петелька да она нам покоя не дает просто их меняем местами вот таким образом я переношу вытянутая у нас оказывается на левой спице а сверху нее надеваю первую петельку рукава вот видите у нас получилась такая вытянутая перекрещенная петля и все и две петельки вместе провязываем если вы вяжете по изнаночной стороне лицевыми петлями вам тоже будет несложно проделать эту манипуляцию у вас получится что все петли с изнаночной стороны будут выглядеть как лицевые вот таким вот образом вот и все таким образом мы с вами убрали одну петельку из общего количества петель на рукаве и спрятали такую некрасивую дырочку которая могла остаться и нас расстраивать потом в дальнейшем дальше просто вяжем все петли по кругу до конца ряда было бы замечательно если бы у вас была возможность перенести спицы на короткую леску либо у вас есть такого же размера спицы на короткой леске например 40 или 50 сантиметров это вообще идеальный вариант вам в таком случае будет наиболее удобно вязать рукав сантиметров и Субтитры сделал DimaTorzok Вот я заканчиваю ввязывание петель самого рукава, приближаюсь к подрезу И здесь точно такое же некрасивое место Вот видите, да, такая вот возможная дырочка Если просто провязать петли, то будет дырочка Задача тоже самое проделать, провязать вот эту петельку Это первая петелька начала подреза и последнюю петельку рукава Но если в начале ряда мы их меняли местами, потому что мы направлялись в левую сторону Соответственно, у нас первая петля по ходу шла вот эта вот По направлению шла вот эта петля, да, вытянутая То сейчас у нас петельки стоят правильно, в правильном порядке Соответственно, мы не будем менять их местами, а просто провяжем вместе Вот Просто берем эти петельки и провязываем вместе И дальше продолжаем вязать петли подрезом Собственно говоря, вот последние две петельки, ряд завершен Теперь нам с вами нужно сюда повесить маркер Ну, идеально, если у вас есть маркер Если нет маркера, вы можете воспользоваться люверсом Вы можете воспользоваться, да, в конце концов, просто ниточку привязать Для того, чтобы вы понимали, где у вас ряд начинается, где он заканчивается Это логично Ну, как мы с вами уже определились Задача теперь вязать по кругу То количество рядов, которые вы рассчитали для себя У меня, напомню, в каждом двадцать четвертом ряду будет происходить убавление А теперь не торопитесь убирать блокнотик, либо листочек Мы с вами только что завершили первый ряд Соответственно, вот прям давайте так и сделаем Начнем новую страницу с чистого листа Сделаем оглавление рукав Да, неважно, левый, правый, это не имеет значения Мы связали первый ряд, ставим циферку один Свяжем второй ряд, поставим циферку два Свяжем третий ряд и так далее Почему я рекомендую вам именно в таком порядке поступать Да, то есть почему я рекомендую ставить циферку Отмечать ряд только после того, как он будет уже связан То есть когда вы все, придете к маркеру Это на самом деле значительно облегчит вам жизнь Например, вы будете вязать рукав на протяжении какого-то времени Но не за один же день, за один вечер Это было бы идеально, конечно, если бы вы смогли связать рукав за один вечер Но, скорее всего, большинство из вас будут вязать его на протяжении какого-то времени Может быть даже несколько дней Вы будете отвлекаться И для того, чтобы вам потом не путаться, не пытаться судорожно вспоминать А связала ли я этот ряд, или я только планировала его связать Где я нахожусь Может быть вы на середине ряда остановитесь Вот, для того, чтобы не было вот этой вот суматохи и сумятицы Чтобы у вас не портилось настроение Вы точно знаете, что раз циферка стоит, значит ряд связан Потом вы начнете вязать Например, довяжете до какого-то момента Вот здесь вот, например, становитесь, отложите вязание И пойдете заниматься своими делами Вам не нужно беспокоиться Не нужно пытаться запомнить, где вы сейчас находитесь Не нужно Вернетесь к работе Довяжете ряд до конца Откроете свой блокнотик И поставите циферку Циферку следующую за написанной ранее Все очень и очень просто Когда у вас окажется уже написанным здесь то количество рядов Которое у вас получилось при расчетах Вы приблизитесь к заветному ряду с убавками Этот ряд вы тоже так и пишете Например, я приду к 24 циферке Напишу вот здесь 1, 2, 3, 4, 5 Приду к циферке 24 Напротив нее поставлю дефиза Напишу убавление И все 176 рядов, которые мне предстоит вязать Я вот таким образом циферками буду отмечать Затем, когда приступлю к вывязыванию второго рукава Я уже не буду рисовать эти циферки Я буду каждый ряд после того, как он будет связан Просто обводить И таким образом я буду просто следовать установленному порядку И не собьюсь И не свяжу меньше рядов Не свяжу больше рядов А нужное и необходимое количество Вам рекомендую тоже следовать такому методу Он действительно значительно облегчает жизнь Ну что, давайте теперь приступим к работе Я отвяжу необходимое количество петель И как только наступит черед вывязывания 24 ряда Мы с вами встретимся В моем случае 24 ряда В вашем случае, конечно же, это будет ваша циферка Сейчас нам с вами предстоит связать второй ряд Вот здесь вот пока мы никаких отметок не делаем Зато вот здесь вот интересный момент Помните, мы вводили в начале ряда ниточку Да? У нас остался такой вот болтающийся кончик Вот здесь вот Вот этот кончик, в принципе, сейчас на данном этапе можно спрятать Довольно непростое действие Но все возможно Чтобы и дырочка не оставалась Вот рабочую нить И кончик можно вот таким вот образом Ну, как бы перемотать Да? Вот так вот вместе Скрутить Скрутить Да И ваша задача аккуратненько подцепить обе эти ниточки То есть одна тянется от этой части работы А вторая тянется от первой петли Да? От первой петли ряда Ваша задача их вместе провязать Вот подцепить и провязать Таким образом мы с вами и дырочку здесь не сделаем И спрячем ниточку Да, конечно, петелька оказалась утолщенной Ничего страшного Во-первых, это находится внизу рукава Где, собственно говоря, не видно Во-вторых, это изнаночные петли Которые, в принципе, скрывают погрешности Они не такие коварные, как лицевые Ну и все Дальше мы сюда Вот это мы завершили ряд У нас не забудем потом вместе провязать Да? У нас получилась такая как бы двойная петелька Состоящая из двух ниточек Утолщенная И мы с вами этот ряд отмечаем маркером Все Дальше приступаем к вывязыванию второго ряда После первого ряда Помним, да? Ставим циферку 1 Когда провяжем второй ряд Поставим циферку 2 Только после того, когда провяжем Когда вернемся вот сюда, к маркеру Не торопимся Не отмечаем раньше Если вам неудобно работать на изнаночных петлях Неудобно их провязывать Тем более 176 рядов мне предстоит вязать изнаночными петлями В таком случае просто действительно хороший способ Это вести нить с изнаночной стороны И вязать весь рукав лицевыми петлями Либо Если вы любите классический вариант Классический способ провязывания Вам тоже тогда проще Потому что Видите, как у нас сейчас петелька расположена Вот она смотрит, как подковка на нас Вот она И приходится вязать за правую стенку Которая дальше от нас расположена Это не очень удобно Либо переворачивать каждый раз петельку Что тоже не очень удобно И замедляет весь процесс вязания Поэтому Можно перейти на классический способ Вывязывания изнаночных петель И в следующем ряду Они уже будут расположены как следует Да, вот такое вот коварство Со стороны изнаночных петель Вот давайте обратим внимание на начало ряда Да, вот Та самая петелька, которую мы провязали И основной нитью, и кончиком Вот введенной нити ранее Вот она у нас, двойная петелька Ничего страшного, не пугайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Так, завершается второй ряд Вот мы приблизились к этой петельке Которая состоит у нас из двух ниточек Утолщенная петелька Вот, ее тоже следует провязать Мы завершили второй ряд И после этого берем ручку И ставим циферку 2 Хотите, ставьте запятую Для того, чтобы было понятно Потому что потом у нас будет и 12 рядов Да, будут рядом две цифры стоять Значит, ставим и запятую Вы отмечать можете ряды как угодно В любом порядке В виде столбика, либо в строчку Как угодно Главное, не потерять порядок рядов Не потерять счет рядов Затем, наступая черед третьего ряда Вы его провяжете Поставите циферку 3 Провяжите четвертый ряд Циферку 4 И так далее И так далее Вот, завершился ряд Очередной Двадцать третий Я его отмечаю, что я связала И сейчас наступает момент Когда буду делать убавление В двадцать четвертом ряду В каждом двадцать четвертом ряду Происходит убавление Ну, прежде давайте Немножечко остановимся Отдохнем И посмотрим Что у нас с вами получилось Вот Вот так вот изящно Нам с вами удалось выбраться Из подреза Да Вот продолжается рукав Вот это вот красивое Обрамление из двух лицевых петель Началось у нас в самом начале От плеча Да, оно обрамляет рукав Потом аккуратненько-аккуратненько Вот здесь вот Никаких дырочек у нас с вами нет И уже вот эти вот полосочки Уходят вниз на сам кардиган Довольно изящно Ну что Теперь в следующем ряду Предстоят убавления Я планирую делать их Как и говорила На расстоянии двух петель Так, снимаем маркер На расстоянии двух петель От начала ряда Потом убавление И то же самое в конце ряда Проделаю Две петельки оставлю Перед окончанием ряда И вот здесь вот сделаю убавление Убавление самое обычное Просто провязываем вместе Две петельки Очень-очень просто Итак Раз Два Две петельки провязала Теперь мне предстоит Сделать убавку Первую убавку в рукаве Так Меняю петельки местами И так Две петельки вместе Все Убавка В том случае Если вы вяжете С изнаночной стороны И ваши рабочие петли лицевые То соответственно У вас Будет по-другому У вас Сейчас покажу Как будет выглядеть Полотно Вот я сейчас поменяю Специально для вас У вас будет выглядеть Вот таким вот образом Убавка Которая будет смотреть В сторону центра То есть Вы провяжете Вот Две петельки вместе Провяжете И возвращаем Ну а дальше Кстати и хороший способ Для тех Кому надоело Вязать изнаночными петлями И вы хотели бы Немножко передохнуть Перейти на лицевые петли Пожалуйста Переворачивайте вязание На изнаночную сторону Там где у вас Лицевые петли И провязываете их В обратную сторону Но Как будто бы Классическими Как будто бы Вы вяжете Классические петли Классическое вязание Да то есть Захватываете петельку Накидываете Ниточку Вот таким вот Перекрещенным образом На спицу И протягиваете Ее обратно Возвращаете Петельку На спицу Да это такой способ Я честно говоря Затрудняюсь сказать У него есть название Да но я затрудняюсь Его назвать Просто сейчас у меня Оно Почему-то в голове Не всплывает Но у него есть Да название То ли немецкий То ли английский Способ Ну в общем На самом деле Сложного в этом Ничего нет Просто Обычно Традиционно Мы вяжем Справа налево Да Справа налево А здесь наоборот Слева направо Но принцип вывязывания Это точно такой же Ничего не меняется Ну конечно Да Непривычно Непривычно Но зато Хоть некое разнообразие Можно внести В этот процесс Особенно Если вы не любите Вязать Изнаночными петлями Ну тут конечно Играться тоже Заигрываться С этим тоже не нужно Потому что Можно потерять плотность Полотно Может начать гулять Это может быть Заметно Вот этот участок Который вы провяжете Таким вот образом Если потренируетесь То может быть Заметно Придется вам Петельки Вот так вот Подтягивать Но в целом Имеет место быть Почему бы Нет Как я сказала Для разнообразия Вяжем Слева Направо Ну а для тех Кто не хочет Извращаться Хотел бы Традиционно Вязать Пожалуйста Возвращаемся На лицевую сторону Здесь у нас Изнаночные петли И продолжаем Вязать ряд Не забываем Что мы сделали Лишь одно Убавление Нам в конце Ряда Предстоит сделать Точно такое же Убавление Надеюсь У вас все получается Надеюсь Что сложности Как таковых У вас не возникает Да Какие-то мелкие Вопросы Конечно Возможно И случаются Ну вы пожалуйста Их задавайте Мы в процессе Вязания Вместе Разберемся Убавление Убавление Завершается 24 ряд Оставляю 2 петельки До конца Ряда И вот эти 2 петельки Мне следует Провязать Вместе То есть Сделать Вторую Убавку В этом ряду Поменял их Местами Для удобства И провязала Вместе Отлично Затем 2 петельки И таким образом Мы завершили Первый ряд С убавками Теперь берем Блокнотик И отмечаем 24 ряд И здесь можно Написать Буковку У Убавление Следующий ряд 25 Я отмечу Вот таким вот образом Давайте покажу Вот здесь сразу Пока еще его не провязала Покажу Я поставлю циферку 25 Для того чтобы Соблюдать порядковый номер Чтобы очередность Не ломать Но Либо сверху Либо снизу Либо рядом Скобочках Я подпишу Циферку 1 Почему 1 Я думаю Вы догадались Потому что Наступил Новый отсчет Следующих 24 рядов То есть я Следующий ряд Поставлю 26 В скобочках Циферка 2 Потом будет 27 Циферка 3 И таким образом У меня будет Идти Отсчет Рядов Самого Рукава Пока я все Целиком 176 рядов Не отвяжу Вот эта цифра А вот эти циферки В скобочках У меня будут Отдельным счетом Идти Для того чтобы Просто разделять Участки на 24 Когда в скобочках У меня дойдет Циферка 23 Потом в следующем 24 Я провяжу Снова Убавки Снова Пойдут Убавления Надеюсь Что это понятно То есть Вот здесь У вас Начнется Новый этап 25 ряд В скобочках 1 26 ряд И вот так далее Вот все то Что я только что Пояснила Надеюсь Это понятно Друзья мои Собственно говоря Больше никаких Изменений Дополнений Не предвидится Вам предстоит Довязать Ваш рукав До конца На ту длину Которую вы Сами для себя Определили Которая вам кажется Комфортной Удобной И так далее Второй рукав Вяжется Точно по такому же Принципу Тоже никаких Изменений Дополнений Единственное Когда вы будете У вас здесь Будет исписан Весь-весь-весь Листочек Исписан будет Следующий Листочек В циферках Когда вы будете Вязать второй рукав После того Как вы провяжете ряд Вы его будете Отмечать Обводив Кружочек Либо зачеркивая И вам станет понятно Какой ряд Вы уже провязали И соответственно Где вы находитесь Соблюдаете ли вы Тот же самый порядок Который был При вязании Первого рукава Все очень просто Надеюсь Такой метод Вам окажется полезным И удобным Что самое главное Ну а если вы пользуетесь Каким-то другим методом Своим Бога ради Это ваше право Я буду только рада Лишь бы Вам вязание Доставляло удовольствие Лишь бы все это было Не сложно Не напряжно И самое главное Был замечательный Желаемый результат Ну что Прощаемся с вами Снова на неделю Встретимся Когда и вы И я Проделаем эту работу Счастливо Желаю успехов Итак Вот заканчивается Двадцать третий ряд Вот Я его связала Друг любезный Друг любезный Матильда Тебе покоя не дает Не дает покоя тебе Матильда Ой боже Многострадальная Матильда Он кстати все время Хочет ее раздеть Вот не нравится ему Юбка вот эта На Матильде Мы все время Хотим Матильду Раздеть Ну и кто И тут ко мне пришел Зашибись Уша Уш Уша Вот правда Ты не прав Вот вообще Не прав Ни разу Ни разу Уша Ты не прав Ты улегся Прямо на мои Записи Давай Отдай Отдай Господи Ну как работать с тобой А друг Как с тобой работать Прекращай давай Не мешай Матильд Не мешай Кошмар какой-то вообще Вот вязание Ну хватит Правда Ну что делать Вот как мне работать Как Вот я связала 23 ряд Мне нужно показать Что мне нужно его отметить Перейди на 24 ряд Ушенька Давай Давай отсюда Он еще не отдает Давай мы не будем Сниматься сегодня В кино Мы в следующий раз С тобой снимемся В кино Давай А в этот раз В мастер-классе Ты немножечко лишний Давай попрощаемся Давай всем скажем До свидания И пойдем Давай-давай-давай Давай-давай-давай-давай Уша Уша Давай Давай Ну что мне делать Как мне вот снимать Вот мне 23 ряд Надо отметить Показать Подписчикам Класс Класс Молодец Молодец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому